...и ликвидации последствий фирмы весты Иерасима Антона Андреевича. Коллеги, добрый день. Наталья Сергеевна, большое вам спасибо за эту организацию. И город-герой. Спасибо вам большое, администрация. Коллеги, вам большое спасибо. Мне очень приятно сегодня присутствовать на данном мероприятии. Действительно, мы обязаны делиться одним из вас опытом. Это то, что позволяет вам принцессу. И сегодня я приехал, не сказать не один, я приехал, приветствую на слову Министерства ЧС России, А.В. Гуренкова, участнику форума. Пишите, я вам прочитаю. Уважаемые участники форума, приветствую вас на международном форуме в проектном управлении «Ответы на вызовы нового времени». Участие в подобных мероприятиях позволяет обсудить актуальные вопросы, поделиться новыми приемами и вопросами. И совместно выработать эффективные решения. В настоящее время внедрение проектного подхода в деятельности органов исполнительной власти является одной из преимуществ. Проектом управления стало основным инструментом реализации национальных проектов и государственных программ. Грамотно выстроенное проектное управление повышает эффективность использования ресурсов и позволяет достичь намеченных результатов в максимально короткие сроки. Важными аспектами принимаемых решений являются их прозрачность, обоснованность и споевременность. Это особенно важно для федерального органа исполнительной власти. Применение единых подходов в проектном управлении повышает уровень внутривенностного и межведомственного взаимодействия. Желаю участникам интересных дискуссий и продуктивного сотрудничества. Уверен, что мероприятие будет способствовать развитию проектной культуры в учреждениях и организациях. Благодарю за внимание. А.Б. Уринковка. А.Б. Я хочу добавить, наверное, истину, которую мы все прекрасно понимаем и знаем. Но вот мы в УЧСе с этим сталкиваемся каждый день. Руководитель проектного офиса, да и вообще в целом руководитель, он уже не один такой, да? Его делает его команда. Это профессионалы и, самое главное, сплощенные коллективы люди. И когда, вот, допустим, мы находимся на учениях, или наши сотрудники выезжают на тушение больших местных пожаров, а там работает посту 50 человек. Знаете, что самое основное в случае? Сложность. Коллеги, я желаю вам всем добиваться успехов, идти вперед, ну и поддерживать всячески свои команды. Большое спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.